Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! В общем, мы на даче. Друзья нас спрашивают, какая у нас на даче погода? Погода у нас такая. На улице минус 2 градуса. По Цельсию. А дома у нас... 451 градус по Фаренгейту. То есть, другими словами, вот мы сейчас жгем книги, как завещал великий писатель, классик научной фантастики в жанре антиутопии Рэй Брэдбэй. Вот у нас много-много старых книг. Мы их нашли на деревенской помойке. Где обычно разживаемся картоном для разжигания печи. Да, а сейчас там было много-много книг. Наверное, килограмм 50 мы набрали отсюда. Так что это далеко не все, что мы привезли. Книги такие довольно старые. От них исходит неповторимый, неподражаемый запах. Воняет кошачьей мочой. Мышам из нашего дома понравится. Да. Поэтому часть книг мы сразу отправим в топку. Точно. Часть отнесем в дровяной сарай. Пусть выветривается. Это точно. У книг вообще есть разная букинистическая ценность. Вот, например, у нас... Год издания. Это Андрей Печорский. Да. Тираж издания. 86-й год. Так, тираж, тираж, тираж. Где тут тираж у них хоть написан? Ну, судя по тому, что 86-й год... 85-й год. Вот тут у меня. Да. Это сразу в топку. Это, наверное, тоже в топку моя, да? Да. Майнрид. Это в топку, Коль? Кидай. Да, в топку. Всё. Это у нас всадник без головы. Это и так все парни зачитывались. 84-й год. Конечно, я бы сам с удовольствием перечитал бы. Но в топку. Так, вот. Татали Наполеон. Издательство Академии наук СССР. А-а-а, 88-й год. Ух ты. А смотри-ка, у меня подпись. У тебя с подписью, а у меня без подписи, у меня без всего. Так, сейчас, год посмотрю. Ух ты, Лен. У меня 88-й. В топку. А у меня вот 57-й год, плюс какая-то подпись. Наполеон. Не знаю, что это за фигня. Круто. Но, в общем, это может иметь даже какую-то ценность. Это надо положить на чердак. Так, это на чердак, потом продать. Ну, как хочется. Так, Островский. Сердце Баневура. Я бы с удовольствием перечитал. Но 88-й год. В топку. Точно. Кроватые семена Катерина Сусана Причард. Ух ты, смотри, подпись. Подпись. Подпись? Это хорошо. 58-й год. А у меня 72-й год, но без всего. И даже денег нет. Февраль короткий. Это ценность. На чердак. Это хорошая. С подписью. Это 72-й год. Ну, это, наверное, в топку. Ух ты. Беляев. Трилогия. 53-й год. Издательство ЦК ВЛКСМ. Молодая гвардия. 53-й год. Старая крепость. Ну-ка, ну-ка. А у меня 90-й год. Ледяной дом. Без всего. И без денег. Лен, ты смотри, что у меня. Выкидывай. Это все в топку. А вот это решением Совета Министерства СССР Владимиру Павловичу Беляеву за тревоги в Старую крепость присуждена Сталинская премия третьей степени. За 1951 год. Круто. Интересно, какой тираж тут. Но это вообще жечь не будем. Жечь не будем. Это жирно для топки. Так. А вот смотри, Лен. Мария Прилежаева. Жизнь Ленина. Ага, супер. Круто. Так, 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 так. Ну-ка. 71-й год. Ну, на тему Ленина это вообще безумно много книг издавалось. Но это мы почитаем, поскольку мы периодически вступаем в диспуты с левыми диванными политиками. В общем, левых мы любим очень. Ух ты! О, вот! Войнович! Тут есть гениальная фраза. Поскольку мы интересуемся темой религии и у нас контент на тему религии, то в этой книжке есть великолепная фраза. Я верю в тебя, как в Бога, а Бог это... Глиняный идол, который можно разбить молотком! Ха-ха-ха-ха! Блин! Так что нам пригодится, как декорация. Оставим. Да, пригодится. Так. Все-то тоже очень старое. О, какой-то книге очень много лет. 56-й год. Майн Рид. Всадник без головы. Про индейцев, приключения. Детишки зачитывались. Ух ты! У нас еще один Майн Рид есть. Как бы другое переиздание. Нет, все-таки жалко в топку. Вот такие вещи. Жалко в топку. Реально, на даче интересно перечитывать. А у меня тут Владимир Ильич Ленин. Избранные произведения в трех томах. Том 2. Так, а остальные тома где? 60-й год. О, ну да, это мы почитаем, поскольку опять же с левыми диванными политиками постоянно общаемся. Хоть и с диванными, но хотя бы с левыми. Да, ну потому что на даче как раз в качестве реквизита такие книжки. Очень даже хорошие. А, вот еще Ленин, третий том из этой же серии оставим. Ой, мой задашенький. Ой, нашелся. Да, да, да. Топ первого не хватает, жалко. Ну, а тут не важно. Для реквизитов, для блогерских, нам этого вполне хватит. А у меня тут Дэйл Корнеги. Только какой год-то издание. Хрен не... Ой, ну Дэйл Корнеги это для диспутов с психологами. Это классика психо-елогии. И, кстати, вроде 97-й год. Ага, откуда он и раньше был взяться? Таких персонажей до 90-х годов в СССР не было. Но, наверное, все равно хоть и свежая, но ее... Да у нас таких штуки три есть. Оставим, оставим. Пригодится, правда? Да, оставим. Пусть лежит. Так. У меня кровавые берега год за годом. Так, ну-ка, что это такое? 78-й год. Переводчиково русского. Я думаю, в топку. А у меня Зан-Ге-Зор, роман, Азербайджан, судя по картинке про басмачей и красногвардейцев. 59-й год. Это как раз на тему беседы с разными персонажами, типа Тихон Шевкунов, которые говорят, как замечательно народу жилось до революции. Как раз книги 50-х, 60-х годов на тему, как люди жили до революции. Как раз это пригодится для беседы с нашими оппонентами. А у меня русский народный лечебник. Сколько ему лет? 93-й год. Издательство Полея. Ну, что скажешь в этой... Так. А вот что делать с этим русским народным лечебником? А это вот мы сейчас прямо. Народная медицина. Это само лечение. Вот так вот надо поступать с книгами про самолечение, которые возникли в 90-х годах. Итак, книге надо не просто, как в фильме по роману Рея Брэдбери, поливать керосином. Потому что они тогда горят плохо. Книге надо рвать, бумагу надо комкать. Итак, в фильме по роману Рея Брэдбери, 451 градус по Френдейту, там книги поливали керосином, они и гореть не собирались. Книге надо рвать, комкать. Кладем одно полено с одного края. Подай полено. Вот еще полено такое. Другое полено кладем с другого края. Между ними складываем, собственно, мелко порванные книги. Как смешно получается. Потом сверху кладем еще одно полено. И еще одно полено. Так, давай спички-то. Спички. Ух ты, школа Павла Глоба. Бля... Ух ты. Давай уже науку. Теперь остается самое интересное. Щеркнуть спичкой. Поджечь. Разгорится или не разгорится, вот в чем вопрос. И закрыть дверь топки. Ну, а пока у нас книги выполняют ту функцию, которая для них только и осталась, мы вернемся к теме антиутопии Рея Брэдбэй. Это антиутопия. Антиутопия это стиль, где рассказывается про общество, где все плохо. Значит, такое тоталитарное государство, значит, там народ такое быдляцкое быдло, книги запрещены, все люди должны быть глупые, должны смотреть телевизор, там периодически совершают самоубийства, там откачивают самоубийц, такие ребята наподобие сантехников. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. Ну, в общем, смысл такой, что там существует такое элитное подразделение спецназа, которое называется пожарники. А те, кто тушит пожары, называются пожарные, а не пожарники. Да, у Рея Брэдбэй, в общем, эти товарищи называются пожарники, они жгут книги и поджигают дома тех, кто книги у себя дома хранит. Вот, собственно, мы сейчас тоже занимаемся тем, что ждем книги. Сейчас, ну, в общем, мы ждем книги, которые не имеют никакой букинистической ценности. Да. Может быть, какие-нибудь книги имеют некую ценность как декорации для наших видеоблогов. Да. Какие-то книги иногда бывает интересно просто перечитать. Да. Но вообще, вот такой формат книг, он безумно сильно морально устарел. И годится только на то, чтобы ими топить печку. Или чтобы использовать их в качестве декораций, реквизита. Да. Потому что сейчас вот мы используем книги вот другие. Самая лучшая это вот такая вот книга электронная. Она тоже вообще считается морально устаревшая. Ойстерс. Ойстерс, да. Ей, наверное, лет 10. И она замечательно работает. Работает. В то время как вот такой распиральный чернильный экран, текст сет, не прошло и года, поменял по гарантии. Потом год прошел, и еще полгода прошло, и экран стал вот таким вот. В общем, перестал все. Посмотрел платный ремонт, оказалось, стоит 5 тысяч. Сама вот эта дрянь стоит 4 тысячи. Дешевле купить бы ушку вот такого плана, без всякого чернильного экрана. Или планшет. А планшет это вообще, это не только книжка, а еще это маленький портативный удобный компьютер. Да, еще интернет. Это целый компьютер за 5 тысяч. Да. С которым я даже могу выходить в интернет. Да, можно прямо из интернета качать. Так что вот такие вот книги, они просто морально устарели. Поэтому вот мы сейчас ждем книги. Это не то, что мы какие-то быдла. И мы типа моральные уроды. Мы против науки, против прогресса. Что-то мы религиозные фанатики. То есть мы сейчас ждем книги. Это мы просто старый формат данных, который морально устарел. Мы его просто используем по назначению. Потому что мы пользуемся другим, более совершенным форматом хранения информации. Ну да. А вот в романе Рея Брэдбери, там как раз была тема именно регресса. С одной стороны пожарники жгут книги, а с другой стороны оппоненты пожарников, они занимаются тем, что книги тоже жгут. Но выучивают наизусть книги и пересказывают из уст в уста. Но только пересказывание из уст в уста, это способ морально устаревший на момент, когда появилось книгопечатание. Да. Поэтому сейчас вот мы сидим такие жгущие книги. Это мы не какие-то мракобесы против науки. А мы сейчас просто объективная реальность. Мы книги нашли на помойке. Эти книги туда выкинули люди во время ремонта. Ну да, тоже кто-то выкинул. Да. Мы их набрали исключительно для того, чтобы ими топить печку. Потому что дрова, они от спички сразу не загораются. Сожалеем. Нужна бумага. Обязательно. Берем картон. Да. Но картон, он не так хорошо хранится. Картон надо еще рвать. Это да. Его хранить надо. А книги, они хранятся такими аккуратными стопками. Да. Это удобно. Так что вот. Такие у нас новости. Мы на даче. На улице минус 2. По Цельсию. По Цельсию. А дома 451 по Фаренгейту. Ну а на этом все. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. И принимаем от наших зрителей хейт за то, что мы ждем книги. Продолжение следует.